Разъезд Глухарины в трех часах езды от Салихарда в 50-е годы прошлого века. Здесь располагался один из лагерей 501-й стройки. Именно этот лагпункт сохранился лучше остальных. Уцелели несколько зданий и до сих пор нужно смотреть под ноги, потому что везде валяется колючая проволока. Историки говорят, между Надымом и Салихардом было больше 20 таких лагерей, но именно 76-му суждено было заработать снова. Теперь в качестве уникального музея. В России аналогов такой экспозиции нет. Чтобы наглядно показать то, что было и то, что есть сейчас, как еще это показать? На пальцах рассказать? Недостоверно скажут, врете? Вот своими глазами увидеть, прийти и ощутить вот этот сам антураж того времени. Вот это, наверное, супер задача. Задачу разработать концепцию будущего экспозиционно-выставочного пространства поставил губернатор Ямала в прошлом году. С тех пор уже отреставрирована часть территории. Восстанавливают даже колючую проволоку. Дальше больше. Заказана проектная документация на те объекты, которые будут включены уже в музейный показ. Это пять объектов из пяти объектов. Три являются объектом культурного наследия, два не являются. К концу года будет уже разработана и выдана проектная документация. Сегодня музейщики и представители службы госохраны объектов культурного наследия приехали навести в лагере порядок. Дело полезное, да еще и своими руками буквально прикасающе к истории. Очень много людей, которые хотят быть причастными к сохранению наследия, к будущему музею, который тут будет, который будет приходить наши дети, правнуки, внуки и будут знать историю родного округа. Точной даты открытия музея под открытым небом пока нет, но завершить основные работы планируют в следующем году.